13.05 Кира, это программа «Особое мнение» и «Свое особое мнение» сегодня представляет Михаил Плюснин, член общественной палаты. Добрый день, Михаил. Добрый день. Оттолкнемся от форума, на котором мы побывали на прошлой неделе. Форум называется «Сообщество». Точнее сказать, что это был один из ряда форумов под общим названием. Из девяти форумов под общим названием «Сообщество», который, насколько я поняла, организовала Общественная палата России. Точно. Для чего, с какой целью, хотела у вас сейчас как раз поспрашивать. Но для затравки, так скажу, что Александр Бричалов, секретарь Общественной палаты России, он тут, кстати, у нас с Кирой побывал в прошлом году. Так вот он отметил, что благодаря серии форумов «Сообщество» гражданские активисты и представители общественности впервые получили возможность рассказать о проблемах, ожиданиях третьего сектора власти на открытой абсолютно прозрачной площадке. Во-первых, хочу зацепиться за определение «третий сектор». Что это такое? Что такое слово «четвертая власть» вас не смущает? Нет, уже и «пятая колонна» не смущает, и «четвертая власть». А что такое «третий сектор»? Это надо разобраться. Все очень просто. У нас есть классическое разделение на сектора. Первый сектор – государство, второй – бизнес, третий – некоммерческий сектор, четвертая – пресса, но пятая колонна и шестая палата уже понятно, о чем имеется в виду. Третий – это некоммерческий сектор. Это во всем многообразие. То есть, допустим, вязка промышленная палата – это тоже часть некоммерческих секторов. Третий сектор. Мне кажется, часто. представители «третего сектора» высказаться о проблемах и ожиданиях некоммерческих организаций. Вы правильно сказали, что Причалов в прошлом году был у нас, Причалов в прошлом году был и по другим регионам России ездил, когда его избрали главой общественной палаты. К сожалению, он человек, пришедший из бизнеса, поэтому он не знает, что делать для него. Да, ничего не знает, что такое. Поэтому он со всем этим активно знакомится. Ну, хотелось бы напомнить, что у нас еще был гражданский форум российский в 2001 году, если я не ошибаюсь. То есть, это далеко не первое и даже не десятое. Чего уж вспоминать прошлое. Нет, ну, допустим, если говорить про ПФО, ну, во-первых, почти в каждом регионе проходят свои гражданские форумы, областные или региональные. Во-вторых, есть окружные такого рода форумы, которые, допустим, у нас были в Нижнем Новгороде в ноябре прошлого года. И там было примерно то же самое, что было вот сейчас. Ну, за маленьким исключением, там как бы уровень. А что, господину Бричалову доложили, что в ноябре был такой форум уже? Ну, кто ж ему доложит? Они же считают в Москве, что все происходит, главное, в Москве, в общественной палате. Если общественная палата не санкционировала такие форумы, значит, их и не было. Так. Вот. У меня такое чувство, что они, на самом деле, просто не представляют, что на самом деле происходит регионов. Ну, тогда это действительно впервые. Общественная палата России. Да, общественная палата впервые. Вот. Увидела, выехала в Нижний Новгород и услышала, наверное, вас. Ну, так же сказать, я думаю, что все-таки Нижний Новгород в данном случае не совсем показатель. Так. Мне больше нравится то, что, по крайней мере, сам Бричалов с неким кругом людей организованно выйдут вот на такие форумы. Это очень хорошо. Во-вторых, если я правильно понял задумку Бричалова, на это мероприятие приглашаются люди интересные, грамотные, но до сих пор особо не засветившиеся. И как раз из числа спикеров на этом форуме были такие люди, которые интересные. Вроде бы как мы о них что-то слышали, но, как бы, они нигде особо не выступали. Сейчас была попытка этих людей вывести, как бы, на публичную сцену, чтобы они были и спикерами, и модераторами этой секции на форуме. Если это будет продолжена традиция и в других кругах, это очень хорошо. То есть у нас, на самом деле, кадровый голод не только во власти, как бы, но и в третьем секторе, как бы, тоже кадровый голод на адекватных людей. А почему начали с Приволжского федерального округа? Это, пожалуйста, вопрос Причалова, ладно? Я не в курсе, почему именно вот самый ближний регион взят в качестве... По принципу самый ближний. Я не знаю почему. Или у нас просто третий сектор лучше развит Приволжское федеральное? Если я сейчас скажу, что да, боюсь, Сибирь обидится очень сильно. То есть Новосибирск, где-то там очень мощная традиция в Новосибирске, на самом деле. Да, собственно, и в других регионах тоже. И тоже, допустим, в северо-западном округе, там Питер с очень серьезными традициями. И там очень серьезная школа, и там НКО на порядок, кого больше, и очень мощный. Я себе представляю, если бы в Питере состоялся этот форум первым, и там НКОшники имели бы право высказаться так активно и открыто. Нет, ну они будут там не право высказаться. Просто если бы пошло, скажем так, с дальних краев, как бы мы привыкли, там Камчатка, там Дальний Восток, там, не знаю. То, глядишь, и не докатился бы. Оно бы докатилось, просто оно бы шло, понятно, то есть они бы собрали сначала здание, потому что проблемы будут разные, которые будут обсуждаться на этих форумах, потому что региональные особенности, они очень серьезно влияют. Хорошо. Итак, с какой целью, как вы считаете, был организован общественной палатой этот форум? С целью того, чтобы Александр Бричалов познакомился? Или вы друг с другом познакомились? Почему? Ну тут все, я думаю, что это самое, чтобы и Бричалов познакомился, и чтобы люди, то есть всегда приходят новые люди в третий сектор, и они, соответственно, должны между собой знакомиться, общаться и вырабатывать некие общие проекты, либо какие-то договоренности. В том числе, как раз поиск тех активных граждан, которые есть, но их вклад недооценен. Соответственно, есть задача у общественной палаты, свои проекты, вот у них есть проекты, перспектива продвинуть, и, соответственно, суть проекта как раз поиск этих людей, молодых, может не молодых, но активных, со своими проектами, и поддержка их продвижения этих проектов как бы дальше. Что за проект перспектива? Ну, суть именно в том, что человек имеет какой-то проект, у него есть какая-то идея, он обращается в общественную палату, она считает его достойной поддержки, и по мере сил оказывает продвижение этому проекту. То есть хотя бы просто информационная поддержка силами общественной палаты. Я сейчас как раз зацепилась на продвижение этого проекта перспектива общественной палаты через НКО и активных людей. Я хочу понять, вот этот проект перспектива в нашей общественной палате есть? Это проект московский, то есть в федеральном палате, у нас такого проекта нет. Но он будет распространяться через наши общественные палаты? Да он не будет распространяться. Он не будет. Вы, если вы, допустим, не знаете, какой у нас известный проект, допустим, вот наш, допустим, право на творчество для детей и сирот, если его инициаторы, если хотят этот свой проект как бы развить, там, допустим, продвинуть его на другие регионы, как технологию, они выходят на общественную палату, говорят, вот у нас такого-то дела, вот у нас лидер, мы хотим вот этого. Если общественная палата считает, что это нужно, важно и полезно, они каким-то образом поддержат, каким я не знаю, откуда я это знаю? Ну как, вы члены общественной палаты? И что? Ну ведь не федеральные же. У нас где-то есть специальный обученный человек, кстати сказать. Кто это? Мамедов Тахиралиевич, который должен быть в курсе этого проекта, вот его и питайте, о чем этот проект. А он был на форуме? Там нет, но в Москве-то он бывает. Ага, понятно. Поэтому он должен знать, в чем суть этого проекта. Все, то есть открыли вопросы, закрыли проекты вопросы. Ясно. Итак, а кого же все-таки приглашали, каким образом приглашали, и теперь уже не о спикерах, а о людях, которые туда приехали, кто они? Ну, на самом деле там был очень большой разброс по людям. Общий вектор был такой, скажем так, патриотически оптимистичный. Очень, да. Современный вектор. Да, значит, поскольку в этот раз все было за счет средств и цену заявителя, поэтому все висело в интернете, кто хотел заявлялся. В общем, такая схема. Объявление в интернете, на сайте общественной палаты. И все, кто себя причисляет к третьему сектору, могли заявиться и за свой счет приехать на этот форум. Да, приехать, поселиться в гостинице, пообедать за свой счет. Все за свой счет. Все равно, он же активный человек. И в принципе это правильно, с одной стороны. Так, а с другой стороны? А с другой стороны, есть люди, которым, собственно, есть что сказать, но у них не было свободного времени, либо свободных средств. Потому что, скажем так, участие в службном форуме не является достаточным основанием для, допустим, работодателя, близко для собственного кошелька, что сказать ему, я на форум должен поехать, достань мне тут сколько-то денег из кармана. А работодатель должен сказать, ты же активный человек, тебе это надо, ты едь за свою счет. Вот именно, поэтому многие, кто хотел, не поехали. Ряд регионов организовал группы, помог с транспортом, насколько я понимаю, с автобусами. То есть, была некая организованная делегация, соответственно, кому-то помогли добраться. А кем организованы были эти делегации? Ну, насколько я знаю, Тульянская область, общественная палата организовала приезд делегатов. То есть, кто-то мог оказать помощь деньгами, кто-то мог оказать помощь транспортом. Ну, как бы, соответственно, это не возбранялось, если регион это имел такую... А я тут прочитала просто вашу переписку в Фейсбуке с другими представителями еще раз третьего сектора. Народ возмущался, что как это так, вы поехали, нас не позвали, мы тоже активные, вполне себе известные люди. И почему это не было организовано, и почему мы об этом не знали? Почему действительно не организовались какую-то делегацию от Кировской области? Они вывезли такую, чтобы не просто вы там друг друга встретили, а уже, например, с каким-то намерением, с общей позиции туда приехали. Громко заявили бы. Ну, вот, я не знаю, почему область решила не формировать делегацию. Хотела просто понимать, кто. То есть, я, со своей стороны, пытался написать организаторам, хотя бы, узнать список, кто эти люди, кто собирается ехать, чтобы попытаться здесь договориться, не знаю, ну, допустим, хотя бы, не знаю, поехать туда на одном поезде, чтобы по пути что-то обсудить. Может быть, там вместе в гостиницу посетиться, чтобы можно было обсудить вопросы там после окончания уже официальной части. Ничего того, то есть, мы вопросы благополучно проигнорировали, пришла такая смс, что вы приезжаете. И за 15 минут до начала форума пришла вторая смс, начинается форум. Я сильно порадовался тому, что информационное обеспечение на высоте. Ничего такого, то есть, все-таки еще, если мы говорим про активных граждан, соответственно, активные граждане должны были добраться сами. Логика железная, она и сработала. Активные граждане добрались, кто хотел на самом деле добраться, он добрался. И отсюда, как бы, большой минус, скажем так, самого форума, они всегда активные граждане равняются умные граждане. К сожалению. Ну да, бывает такое. Да, и мы даже знаем этих людей. К сожалению, многое из того, что мы обсуждали на форуме, это уже было не раз обговорено. Всячески разных сторон уже, так сказать, рассмотрено. Рекомендации всячески разные были выдвинуты. Они и поныне никуда не исполняются, к сожалению. Потому что, как бы, это все, ну все же предложения, они увязаны либо на законы, либо на какие-то стратегии, концепции и так далее. То есть, я еще не помню, чтобы какие-то наши предложения всерьез повлияли на работу госорганов, либо каких-то иных принятий решений. Вот это самый важный вопрос, на самом деле, потому что, начиная с организационных моментов этого форума, и продолжая информационной политикой, и что там вообще происходило, для меня, как для человека, который огромное количество форумов постоянно изучает, я понимаю, что это какая-то странная на самом деле, и какая-то, извините меня, пионерская зорька прямо. Потому что едут люди со всей страны, со всего там округа, за свой счет, кто увидел объявление, тот и приехал, на какие-то мастер-классы, для того, чтобы что, повидаться с кем. Я понимаю, если бы сказали, товарищи, мы от каждого региона приглашаем делегацию, от вас четко должны быть предложения по таким-то, таким-то, таким-то пунктам, потому что мы сосредоточимся на рассмотрении того-то, того-то, с целью, чтобы там в Госдуме, в правительстве услышали и приняли решение. А так такое ощущение, съехались, посмотрели друг на друга и разъехались. Вы забываете об одном важном вопросе, тезисе. Кто инициатор этого мероприятия? Общественная палата. Мы с вами прекрасно знаем, какова роль общественная палата в нашей стране. Поэтому те, кто не поехал, но имел что сказать, они прекрасно понимали, что все их замечательные мысли дойдут ровно до Бричалова. Ну, может быть, до аппарата общественной палаты. И на этом все. На самом деле, никто не будет их нас... Ну, допустим, последнее, как бы, наше замечательное предложение, когда президент в январе говорит, больше денег для социально-ориентированных НКО. И когда мы сейчас в марте месяц начинаем кампанию, о том, чтобы Минфин не отбирал 800 миллионов у НКО. То есть, так вот, одна рука не знает, что делать, вторая, и мы безуспешно пытаемся что-то порешать через общественную палату. И это ведь на многих таких направлениях такое происходит. Поэтому те, кто только бы разуверился в этой структуре, возможности довести свои мысли через это направление, они туда не поехали. Вы все еще верите в общественную палату? Нет, я поехал по другим вещам. То есть, во-первых, я считаю, что все-таки иногда надо поддерживать контакты с коллегами, кто занимается схожими вещами. Во-вторых, там было заявлено, что будет секция по работе общественных наблюдательных комиссий. Так, вот мы до нее сейчас добираемся. И третье, всегда же есть надежда, что появятся некие новые контакты, полезные. И, к сожалению, третья часть в этом рассказе не слишком сильно реализована. То есть, это больше всего опечалило? Нет, меня опечалило другое, что вот этот общий настрой наших НКОшников, которые меня убивают и в области, как бы... То есть, мы пришли сюда первые, до нас поляна была не пахана. Когда об этом говорит какой-то низовой человек, там, не знаю, в далекой деревне, и это еще можно понять. Когда об этом говорит человек, там, не знаю, в областном центре, что вот я пришел первый, до меня никто этим не занимался. Ну, ладно, со скидкой на молодость, там, горячность, непонимание еще, ладно. Но когда приезжает человек, как бы, из центра, и кто уже, там, не знаю, год активно, там, люди, аппарат, они там еще и намного больше, вроде бы, активно во всем этом варятся. Это вообще с обречалой, я говорю. Ну, и, собственно, как бы, про аппарат, общественная палата. Да. И когда они говорят, как бы, мы тут первые, до нас, коль не валялся, это, честно говоря, обидно. Не только, сказать, как бы, то есть всем, кто занимался такой работой. Встает вопрос, чем занимались целый год, да? Да почему, как бы, целый год, как бы, и не один год? Почему такое отношение к представителям, да, некоммерческих организаций? Ну, вот давайте мы сейчас добрались до рабочей площадки общественной наблюдательной комиссии. Я напоминаю, что Михаил Плюснил, член общественной наблюдательной комиссии, мне однократно здесь в эфирах рассказывали, чем она занимается, и как они ездят, возят, напомню просто, родителей, ребят, которые находятся в Иржавской колонии, для того, чтобы они могли общаться, встречаться, и дети бы социализировались, и нормально бы развивались. Ну, так вот, общественной наблюдательной, на рабочей площадке общественной наблюдательной комиссии Антон Светков, это председатель комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК, предложил рекомендовать представителям общественной палаты Российской Федерации законодательно закрепить возможность региональным общественным палатам оказывать поддержку ОНК, предоставляя транспорт, помещение, секретаря и так далее, для чего в бюджете необходимо внести строку для данного финансирования. Что это значит законодательно закрепить, на каких уровнях, федеральном или региональном, и откуда возьмутся деньги в бюджете, чтобы эту строку туда внести? Ну, деньги возьмутся ровно из того же места, откуда финансируются аппараты по правам предпринимателей, по правам женщин, по делам коррупции и все остальное прочее. Все оттуда же, из одного места, другого ниоткуда не возьмется. Значит, на сегодня закон позволяет, есть норма в 131 законе о местном самоправлении, что органы местного самоправления могут оказывать помощь Общественной дад Recently. Есть норма в законе КБОГОС, свидетель RE MTV, где тоже написано, что региональные органы государственной власти могут оказывать помощь Общественной дадательной комиссии. Если захотят и смогут. Я же говорю, что слово «могут»? Мы же понимаем, о чём мы говорим. Не обязаны, не должны. Мысль Уд. Светкова – это обязать каким-то нормативным актом, поправкой, не знаю, закона госвластия, либо какой-то ещё документ, чтобы была специальная норма, что обязаны. То есть, как у нас сейчас завязали все субъекты создать общественные палаты, как завязали создать структуру полномочных по правам человека, как завязали создать структуру полномочных по правам предпринимателей, точно так же заобязать, включить определённую статью расходов на обеспечение работы наблюдательных комиссий. Потому что, по сути дела, это тоже точно такое же госполномочие, как всё остальное. И поскольку они работают у нас в общественной палате, им понятно, что это проще сделать из общественной палаты регионов. То есть, закрепить в бюджете общественной палаты региональной определённую строку, 100 тысяч, не знаю, 50 тысяч, которая шла бы только на обеспечение работы ОНК. Хорошее предложение? Ну, оно неплохое, скажем так. Исполнимое? Оно абсолютно исполнимое. Если будет норма в законе, просто финансисты будут знать, что в бюджете общественной палаты должна быть ещё, кроме строки, допустим, констовара, должна ещё быть строка деятельности ОНК, и всё. И, допустим, в общем, вопрос был по тому, на что тратить, и вопрос, какую сумму. Потому что, допустим, у нас по факту сейчас больше расход денег уходит на поездки, и всё-таки у нас поездки это, ну там, не знаю, 300 километров. А есть Красноярский край, где только вертолётом. Можно долететь. Вот давайте конкретно нашу общественную наблюдательную комиссию, в которой вы состоите, и вот пример, который я уже привела, когда вывозятся родители к детям в колонию. Это не касается. Нет? Значит, поездки родителей – это не работа ОНК. Так. То есть комиссия по контролю за местами ограничения свободы, она ездит и контролирует, как соблюдается право человека в отделениях полиции, в колониях, в СИЗО, спецучреждения образования – это спецшколы, спецучилища. Ну и сейчас у нас добавился центр по мигрантам, по выдворяемым лицам из страны. Вот всё. Это то, что занимается комиссия. То, что я ездил в Ижевский, вывозил родителей – это не работа ОНК. Это работа нашей организации, которая вывозила, то есть занималась… Вашей некоммерческой организацией. Да, да, да. То есть как бы то, что смешиваться и отождествляться – это нормально, потому что не всегда есть необходимость проговаривать все эти вещи, что это всё-таки разное. Потому что когда видишь Михаила Плюснина, ты думаешь, что это всё действительно завязано на одном, извините, человеке. Я понимаю, что не на одном, я понимаю, что у вас работает… Ну там реально работают 2-3 человека максимум. 2-3 человека. То есть на вас, вот на этой конкретной деятельности даже появление такой строки никак бы не сказалось, всё равно приходилось бы искать какие-то денежки. Конечно, конечно. То есть если даже была бы такая строка появилась, она скорее всего ушла бы на обеспечение как бы констовара и почта, конверты, потому что необходимо отвечать на письма. Возможно, это была бы какая-то помощь на поездки, но они всё равно были бы все не закрыты, потому что тут нереально закрыть всё… На какие, какого рода поездки? Ну, допустим, у нас есть далёкие колонии, куда можно доехать в Кирове просто, допустим, до Чепецка можно добраться легко, но доехать до Рудничного, Лесного или Опарина. То есть это на поездки членов ОНК в колонии по запросам осуждённых, которые там находятся? Ну, либо планово по своей собственной сети. Да. То есть эти деньги всё равно нужны. А сейчас вы за какие средства из-за них идёте? А сейчас кто где найдёт? Кто на личном транспорте? Либо договорились, ну, там, тоже транспорт правительства области, либо совместно с прокуратурой, либо там, совместно с Уфсином, либо там, в общем, как получалось. На попутных? Да, да. Ну, и вот сейчас, главное, если у нас в последний год есть люди, которые могут себе позволить на собственной машине в собственное время поехать и там потратить время, силы, бензин оторвать от своего бизнеса, ну, замечательно. Закругляемся по поводу форума. Ещё одна цитата из официальных, значит, релизов, которые были распространены после него. «Особое внимание участники форума уделили обсуждению кодекса этики и регламентов региональных ОНК, а также поиску эффективного механизма взаимодействия комиссии с органами исполнительной власти». Нашли ли этот самый эффективный механизм? Он был обозначен как-то чётко? «Её хотел, проговорили». Как? Как это было? Нет, ну, ещё одно. То есть, ситуации везде, просто, на самом деле, ситуации везде очень разные. Пример. И у нас ситуация, как бы, очень часто упирается в какие-то личные отношения. Кто-то говорит, у нас не выстраиваются отношения с уполномоченным, потому что у нас такой уполномоченный, и он не хочет работать с комиссией. Кто-то говорит, мы не можем работать с прокуратурой, как бы, прокуратуру нас не воспринимают. У кого-то нет взаимодействия с общественной палатой. Вот, допустим, общественной палатой говорит, мы, как бы, там, готовы их утвердить, их заслушать, как бы, но они к нам не ходят. Вот это всё результат чего? Ну, вопрос, скажем так, становления. УНК всё-таки очень, скажем так, не старый механизм, ему всего-навсего с 2008 года, это ещё только 7 лет, как закон существует. Вот, и поэтому... Нашли универсальный механизм? Нет, нет. Их обсудили. Как варианты? И вот вариантов немного, то есть это взаобязать взаимодействие с общественной палатой и построить чёткую вертикаль. Общественная палата назначает, в смысле, рекомендует членов УНК, и без этой рекомендации невозможно вообще им встать. Соответственно, она обязана будет их дальше сопровождать. Если мы, как бы, их рекомендовали, значит, ты в ответе за тех, кого ты... Это прекрасно. Учитывая, как мы относимся к общественной палате... Как вы к ней относитесь? Так же, как и вы сказали в начале нашей беседы. Потому что это организация, которая мало что решает, к сожалению. Ну, да, потому что по закону, вот на сегодня из прямых полномочий общественной палаты, которые она обязана прямо делать сама, это вот назначение членов УНК по всей стране. Каким образом это улучшает взаимодействие, оптимизирует с органами исполнительной власти? Это никак не оптимизирует, потому что для органов власти зачастую это просто головная боль. И это был вывод, к которому вы пришли в результате обсуждения. Нет, собственно, вот, опять же, позиция прозащитительная, скажем так, крыла, она состоит в том, что комиссии для этого и созданы. Чтобы они ходили, и независимые люди, те, кто не получают зарплату от государства или каких-то иных структур, приходили и говорили, что вас тут плохо, вас тут косяк, надо исправлять. Если мы говорим, что мы будем получать какие-то определенные деньги из бюджета, нам будет приходить Минфин и говорить, ребят, вы что, мы вам деньги дали, а вы нам пишите какую-то ерунду. Давайте-ка перепишите то, чтобы было соответствовало нашим пониманиям. Вот, поэтому очень многие и не хотят, чтобы было такое финансирование, чтобы не было зависимости финансового от органов власти. Так, понятно, значит, инструмент взаимодействия с органами власти не нашли. И последняя цитата, форумы сообщества, напоминаю, их будет девять всего, да, станут одной из площадок по подготовке ежегодного доклада Общественной палаты Российской Федерации о состоянии гражданского общества в Российской Федерации, которое ляжет на стол президенту Российской Федерации. Прекрасно. Как считаете, на основании того, что вы слышали и видели в течение вот этого первого форума по Приволжскому округу, что ляжет, какой доклад ляжет на стол президенту, какое он представление составит о состоянии гражданского общества в Российской Федерации? Я бы считаю, что мнение президента за последние 14 лет не поменялось в гражданском обществе. Напоминаю, что в 2001 год, когда он пришел, сказал, что не понимая, почему гражданское общество просит снять на меня какой-то губернатор в регионе. Это, собственно, вашего губернатора избирали на уровне региона. Я бы считаю, что с тех пор непонимание президента, что хотят эти люди, так оно и осталось. И это особое мнение Михаила Плюснина, члена общественной палаты Кировской области. Мы приверемся на короткую рекламу, после чего продолжим уже с другими вопросами. Продолжается программа «Особое мнение», и сегодня свое особое мнение представляет Михаил Плюснин, член общественной палаты. Вопрос с сайта. Михаил, добрый день. Как вы считаете, как привить трудолюбие подрастающему поколению? Раньше школьники ездили на уборку овощей и на себе чувствовали, как важен и нелегок труд на земле Александр. Александр, это была Александра Свелева, я вы понял, это в ее стиле вопросов. Михаил, у вас дети есть? Есть, есть у меня дети, их целых трое штуки. И я тоже затрудняюсь по правильному ответу, как же привить к ним трудолюбие. Как вы перевиваете? Ну, мы пытаемся давать им некие домашние поручения, чтобы они прибрались дома, вымыли пол, убрали пыль, положили свои вещи школьные на место. Ну, вот здесь в конкретный вопрос я поняла, о чем речь идет. Раньше школьники ездили на уборку овощей. То есть человек говорит, почему сейчас нет, собственно говоря, вот этих трудовых десантах, на которых мы-то с вами, Михаил, выросли, и в школе, и в институте, и так далее. И как вы считаете, от себя нужно ли их возвращать? Две минуты на этот ответ. Значит, трудовые десанты, школьников возвращать не надо. Кому надо, пусть наработаются на субботниках. Кто хочет, может добровольно наработаться на полях. В том-то и вопрос, кто хочет. Естественно. Кто же хочет, то трудится. И учиться-то не все хотят. Я вам скажу, вы зря так говорите, вот лето наступит, июнь, июль, и август, у нас стоит очередь ребят, которые хотят поработать в разных местах, в том числе в Красногорском, на тех же самых полях и грядках. Это где у вас стоит очередь? Киров, террауправление, в частности террауправление по Октябрьскому району, которое курирует Красногорский... Хотят за деньги поработать. Да. Есть ребята, есть, и хотят, и работают. А остальные? Но кто не хочет, тот не хочет. Значит, люди находят другие варианты, чем они проводят. Вот вопрос, как раз Тома состоит у Александра. Как сделать так, чтобы захотели? А, видимо, не ходили по улицам, и не тунеядничали. Почему, не знаю, там какой-нибудь программер и фотограф должен ползти, копаться в грядке? Я не понимаю. Если он фотограф, или он певец... У нас много фотографов и программеров, или певцов? Ну, у нас. Это же единицы. А что такого плохого? Копаться в земле тоже любят только единицы, к сожалению. Поэтому задача состоит не в том, чтобы всех выгнать на работу в поле. Вообще, это бы раньше... Я понимаю, как там... Кохозики не справлялись. А сейчас они как-то справляются, им не нужна ототолпа этих оголтелых школьников, которые больше затопчут, чем уберут. И нормально могут убрать это сами без помощи школьников. Они могут нормально это упаковать сами, чтобы это не сгнило. А дошло все-таки до... Прилавкой было продано, а не просто было засыпано за крома Родины, где-то благополучность сгниет. То есть, трудовые десанты возвращать не нужно? В таком формате нет, конечно. Если нужно будет нашим производителям, чтобы у них помогали им школьники, они найдут для этого способ. А как тогда донести, вот как пишет Александр, как донести до детей, как важен нелегок труд на земле? Вот тут я могу поддержать ценность семьи. Все эти вещи закладываются в семье. Родителей в поле. Конечно. Если... Да? Ну, в том числе. То есть, если родители считают, что они ездили в поля, им это было так много сил и энергии, жизненного опыта, вперед, они найдут способ своего ребенка устроить работу в поля. Шансы есть, возможности есть. То есть, работать через родителей. Конечно. Но все-таки изначально, если ребенок, не знаю, в 3-4-5 лет ничего дома не делает, то кваснига там у него не проснется внезапно трудолюбие. Кто будет бить через хайги, говорит, папа, мама, я прям мечтаю что-то поделать. Не будет этого. К другим вопросам поговорим еще об ОНК. Артур Абашев у себя в Твиттере 16 марта написал, что был у Сергея Лузянина. Он сказал, что начальник колонии ему не разрешил передать книгу, написанную Ходорковским. Я не спрашиваю вас, почему там про Ходорковского, почему книгу не разрешили передать. А я хочу спросить, а почему до сих пор неизвестно, для чего ездили, насколько я знаю, три представителя ОНК к Сергею Лузянину, что он им там сказал, с какими просьбами и требованиями вышел, и где результат всего этого. Это какая-то тайная за семью печатями, вполне возможно. Почему? Может быть, что-то уже можно раскрыть? Я не знаю, потому что я там не ездил, и мне об этом тоже ничего не рассказано, я не в курсе. Кроме того, туда же ездили еще люди из аппаратов полномочных по правам человека, тоже ничего не рассказали. Нет. Я, конечно, знаю из других источников, о чем была примерно речь. Но не скажу. Я, конечно, могу сказать частично. Так, а ну о чем вы говорите? Человек озвучил свои заботы, свои проблемы, которые его касаются. Ну, в частности, насколько я знаю, у него сейчас есть, как он считает, незаконное взыскание, которое будет мешать ему уйти на УДО. Я думаю, что это тоже было предметом для разговора. Ну и есть ряд других вопросов, которые... Но для того, чтобы решить этот вопрос, их вот не придают огласки, потому что ожидают, что это будет... Я не знаю, скажем так, стратегию работы тех членов ОНК, кто посетил Лузянина. Мы с ними не обсуждали, что они будут делать и зачем они будут делать, я не знаю. Вот так идет работа ОНК, да? Понятно. Значит, еще что хочу спросить, тоже это распространилось в соцсетях, что Артур Абашев, который возглавляет ОНК, ОНК инициировал свою отставку на прошлой неделе, якобы, с целью переизбрания, собственно, насколько я понимаю, вот где-то тут оно должно было быть, переизбрание, но что-то пошло не так, что называется. На заседании комиссии переизбрания не произошло. Что у вас там творится-то, ОНК? Нет, ну, коротко или длинно ответить? Сейчас скажу, сколько. На пять минут у нас есть возможность говорить. Попробую кратко. Значит, работа ОНК регламентируется регламентом. По закону половина членов комиссии, это у нас в нашем варианте 10 человек, имеют право собраться и принять решение. Было заседание ОНК, где было 10 человек, и 6 человек проголосовало за избрание Артура Абашева на второй раз представителем комиссии. Некоторые люди не согласились с этим решением и считают, что это было неправильно, что это было незаконно, и это было с нарушением. Погодите, у вас выбирают большинство голосов из присутствующих? То есть он был выбран? Да. Я считаю, что он был выбран. Некоторые с этим не согласны, поэтому они пытаются организовать иное заседание, где будет поднят, это же самый вопрос, выборы представителя ОНК. А как это может быть вообще, Михаил, если выборы уже прошли, если все зафиксировано? Объясняю. Собирается 10 и более человек, чтобы было большинство комиссий. В повестку дня носится вопрос о выборах представителя ОНК. Этот вопрос обсуждается, голосуется. Если он голосуется и принимается, процедура начинается выборов председателя, выбирается писатель. Ну, вы проголосовали. Поэтому комиссия вправе при наличии 10 человек принять такое решение. Любое решение. Вы проголосовали, большинством голосов он был избран. Так, я сейчас говорю, никто не мешает заново вернуться к этому вопросу или к любому другому в течение любого периода времени, если есть, на то воле. Вы можете хоть каждый раз переголосовывать? Ну, насколько я помню, по регламенту мы должны собираться не раз, чем раз в квартал. А как же вы работать-то будете, если у вас бесконечно идут вот такие работы? Понимаете, вот мне... А они не в первый раз такие вещи происходят? Мне для работы, как члены ОНК, нет нужды. Нужен председатель. Да. Если, допустим, вот последний раз мы выезжали, допустим, в центр для мигрантов, ну, есть необходимость, мы поехали, как бы, мне, при этом, не важно, сколько у нас председателей, сколько у нас замов. Для этого нужна добрая воля двух минимум человек и время, чтобы туда съездить. Все. То же самое, если сейчас есть необходимость съездить в колонию, значит, собираемся, два человека минимум и поехали. И мне неинтересно, что по этому поводу думает кто-то из тех, кто считается руководством комиссии. Абсолютно. Собственно, это и раньше было так. Два человека захотели, поехали, съездили и написали некий отчет по итогам своей поездки. А роль тогда председателя? Председатель комиссии должен организовать взаимодействие с органами, которые мы проверяем, и взаимодействие внутри комиссии, чтобы все члены могли нормально работать. Все. Его собачье дело именно вот такое. Значит, я этого общего взаимодействия внутри комиссии-то особо не наблюдаю. Это проблема председателя. По парам, по парам. Да? Ну, это, как говорится, мы в этом случае не уникальны. У нас очень много комиссий, где происходят намного более жестокие битвы. Есть комиссии, где есть одновременно два представителя. Прекрасно. Которые считают, что они оба легитимны, а второе и самозванец. Ну, это все потому, что люди с активной гражданской позиции. Я думаю, что поэтому. Просто у кого-то она более гражданская, гражданственнее, чем у другого. Ну, тут я не знаю, у кого она какая. Просто это факт, что на сегодня это не один наш такой регион уникальный. Есть другие, где намного более серьезно идут баталии. Как изменить ситуацию, чтобы не было таких вещей? Чтобы комиссия могла быть сформирована и хотя бы год работать спокойно. И мало того, чтобы все отнесли ответственность, а не только председатель. В том числе и за поведение соблюдение. Вот вы тут обсуждали кодекс, я знаю на сообществе. Вот как раз, что за кодекс этики и почему? У нас есть утвержденный документ, документ, утвержденный Советом Общественной Палаты Российской Федерации, называется «Кодекс этики члена ОНК». Из-за его нарушения человек может быть исключен из состава ОНК. Согласно этому кодексу вы можете вот так бесконечно ругаться, переизбираться, и непонятно, как это функционировать. Понимаете, в чем дело? Вот это чисто мое мнение. Со мной очень многие члены ОНК не согласны. Это ваше особое мнение. Я считаю, что изначально кодекс этики был принят неправильно. Он неправильно сформулирован. Там есть положение, которое очень неоднозначно можно толковать. Поэтому я никогда не буду ставить вопрос о нарушении кем-то кодекса этики, потому что я не согласен изначально с этим документом. То есть я не мешаю другим ставить такие вопросы, это их приличное право. Но я считаю, что невозможно использовать негодный инструмент для работы. Кто хочет, тот работает. Но общественная палата, как бы сказать, на основании нарушения кодекса этики людей по другим регионам исключат. Кто хочет, тот работает, работает эффективно, а кто хочет заниматься, извините, балаганом, то им занимается. Да, то есть здесь, как бы, четкий критерий, кто куда сходил, кто что сделал, то, чего добился. Есть ли какая-то динамика. Если мы спрашиваем человека, что ты сделал, как бы, там, и у него ничего, так сказать. Ну, допустим, я тоже не могу с вами сделать. Но это мешает? Никто не мешает. И просто очень сложно оценить, что... Что могло бы быть, если бы было все иначе. Да, и, допустим, очень сложно понять, какой итог. Твоя ли эта работа повлияла? Потому что одновременно работа слишком много сил. Есть уполномоченные, есть прокуратура, есть, как бы, вышестоящее начальство, есть какие-то иные процессы, которых мы можем не видеть. Вот поэтому... В общем, есть, мы закругляемся. В общем, есть, что решать на форумах, в том числе и... Это всегда есть. ...сообщество, вопрос, что действительно будет решено. Да. Итак, это было особое мнение Михаила Плеснина, члена общественной палаты Кировской области. Я вас благодарю. До новых встреч. Спасибо. До свидания. До свидания.